кому из читателей никогда не хотелось узнать откуда писатель берет вдохновение и выдает успешное произведение его образ окута романтическим флером он испытывает муки творчества прозябает в бедности и борется за жизнь и признание чем не идеальный герой романа вот и многие литераторы так считают а потому отдают главные роли в своих произведениях таким же как они писателям психологический триллер мизери стивена кинга стал одним из главных литературных открытий сша писатель пол шелдон прославившийся серии любовно приключенческих романов чудом выживает в автокатастрофе вот только приходит он сознание не в больнице а в чужом доме хозяйка которого немолодая одинокая медсестра и не вилкс именно она спасла его вытащив из-под обломков и оказав первую помощь однако очень скоро он понимает что они далеко не так тем кажется она давняя поклонница книг пола и вырвала его из лап смерти с целями бесконечно далекими от гуманности и милосердия в книге спросите у пыли молодой начинающий писатель убежденной в собственной гениальности приезжает в большой город напитаться впечатлений набраться опыта прожить молодость ярко и незабываемо самолюбование в нем конечно выше крыши ведь написать он успел лишь рассказ собачка смеется а это как-то слишком мало для непризнанного гения свой неповторимый опыт герой находит встречает девушку которая не хочет его отпускать писательница линда кажется воплощает себе все стереотипы о писателях 11 лет женщина не выходит из дома закопавшись в работу и общаясь вынуждена лишь с издателем до помощницы по дому буквально не выходит даже за порог в прошлом она видела убийцу убегающего с места смерти ее любимой сестры что отбила всякую охоту существовать социуме до тех пор пока в телевыпуске новостей не появляется лицо журналиста лицо того самого убийцы в идеале у каждого уважающего себя писателя должен быть стол хороший 100 массивный добротный который будет служить верой и правдой долгие годы терпеливо сохраняя чужих глаз писательские муки в этом романе несколько человек и как раз такой стол особенно например от убитого тайной полиции пиночета чилийского поэта он перешел к нью-йоркской писательницы предпочитающей проводить дни в одиночестве и это лишь малая часть героев имя мартина идена кажется практически нарицательным герой джека лондона благородный но не очень далекий моряк прошел огромный путь ради возлюбленной руфь из состоятельной буржуазной семьи стремление к самообразованию столь остервенела и что хочется позавидовать открывает в нем писательский талант и вот уже от статей в журналах он переходит к философским романам будоражащим чужие умы но в свои 23 мартин впитавший черты эпохи уже присыщен жизни и разочарован в обществе безумный талант упорство и ум не уравновешиваются житейской мудростью позволяющей стоять обеими ногами на земле относиться с терпением чужой зашоренности и предрассудка в итоге максимализма горячая голова тянут мартина идена на морское дно многие считают что фигура мартина идена во многом автобиографично и проводит параллели между жизнью самого лондона и идена они оба выходцы из низов многого добившись благодаря несомненному таланту и огромному упорству но между тем мартин далеко не полный двойник своего создателя автор наделяет его совсем иными взглядами и так раскрывает вечную идею о трагичности столетия джей макинтош писатель который не пишет находит шесть бутылок домашнего вина чудом сохранившихся со времен его детства о котором он вспоминает собственной ностальгией наслаждением и горечью чудаковатый старик садовод когда-то сильно повлиявший на судьбу джей а потом исчезнувший без следа создал вино которое может перевернуть целую жизнь исаак зингер один из редких писателей большинство произведений которого существует сразу в двух вариантах в оригинале и переводе в 1 1974 году на идише был опубликован роман зингера четыре года спустя вышла английская версия романа с простым и запоминающимся названием шоша именно она знакома читателям во всем мире намекая на фрейдиске экспедицию бессознательное автор описывает в романе еврейскую богему предвоенный варшаву которая развлекается психоаналитическими сеансами пытается разглядеть грядущую катастрофу увлекается опультизмом и каббалой пытается осознать смысл веры и служение божеству в эру зла вот что если вы можете узнать после получения данных выступки в эру зла и послуживающих просим producción заговора на воно все еще три года из таких детских сынов-то в основном вetzt с этим заговора у вас не complete гранатичные двеvedые четыре года из тысячи методов и вы можете послужить об этомcom-то долгое время постели выставить в собаку сежỏ с их именции типа женщины учитывая не может быть некоторые послуживающие вот этот углы если они не хотите получить то вот это должно быть на это выводить который выисляет в эту тему